Не успела улечься в мировом информационном поле волна, поднятое скандальным интервью украинского президента американскому изданию «Аксиос», в котором он выразил массу резких претензий Соединенным Штатам и лично их лидеру, как вдруг в Украино-американских отношениях случился новый прорыв. Джо Байден соизволил позвонить Владимиру Зеленскому, и теперь в Киеве это представляет чуть ли не как грандиознейшую перемогу. Главное же, глава Незалежной удостоился, наконец, персонального приглашения в Вашингтон. Так сказать, предсветлые очи. Случайно ли все это произошло незадолго до ожидаемой всем миром встречи лидеров России и США в Женеве? Ни в коем случае. Но что бы могли значить действия главы Белого дома именно в этом контексте? Попробуем разобраться. Удивлен и разочарован. Вообще говоря, в свете всего, что изрек Зеленский в процессе общения с американскими журналистами, последовавший вскоре шаг Байдена, выглядит то ли самой настоящей капитуляцией, то ли стремлением взрослого и опытного политика быстренько пресечь очень не вовремя случившуюся истерику своего сопливого подопечного, позволившего себе Демарш в стиле детский крик на лужайке. Причем, конкретно перед Белым домом. Так что же это было на самом-то деле? В своем интервью Аксиос-украинский президент совершенно четко и однозначно обвиняет заокеанских партнеров в нечуткости, нерешительности, да вдобавок еще и в непрозрачности политики в отношении незалежной. Касательно Байдена он и вовсе заявил об удивлении и разочаровании. Как же так, по словам комического президента, во время телефонного разговора с главой США, он получил четкие сигналы относительно того, что Северный поток-2 достроен не будет. А теперь вот оно как. Зеленский в своей обычной нелепо пафосной манере называет российский газопровод оружием, пули для которого предоставили США. Очевидно своим отказом от введения дальнейших санкций против него. Вдобавок, тонкую натуру шоумена уязвило то, что о новой позиции Вашингтона он узнал, как все, из прессы. Не посоветовались с ним, понимаете ли, не спросили драгоценного мнения и не учли его. От слов Зеленского, пеняющего США на то, что отношения между стратегическими союзниками должны быть прозрачными и прямыми, и вправду можно живот надорвать. Союзник нашелся. Стратегический, извините за выражение. Дальше, впрочем, были пассажи еще покруче. Украина, оказывается, защищает весь цивилизованный мир, поскольку искренне верит в его ценности. А с ней, вот так вот. Нехорошо, мистер Байден. Ох, нехорошо. С не меньшим пылом украинский президент песочил американского за то, что тот никак не внесет ясность в вопрос вступления Украины в НАТО. То есть, переводясь Зеленского языка на человеческий, не втащит на залежную вальянс хоть тушкой, хоть чучелом, вопреки мнению и позиции абсолютного большинства остальных его членов. Именно об этом он жаждет поговорить с мистером Байденом, в которого верит, как в Бога, и с которым готов встречаться в любое время и в любой точке планеты. Причем, по утверждению Зеленского, сделать это необходимо как можно скорее. Ведь то, что Белый дом не провел консультации с Киевом перед встречей своего главы с Владимиром Путиным, украинского президента также удивляет и расстраивает прямо-таки до глубины души. Надо сказать, что журналисты Аксиос, предоставившего свои страницы для всего этого потока сознания, не применули присовокупить к его изложению довольно-таки обидный для Зеленского комментарий. Суть его заключалась в том, что в Соединенных Штатах, возможно, и собирались позволить ему предстать перед Джо Байденом. Но наотрез отказались от этого намерения после того, как в Киеве начались неприемлемые для Вашингтона кадровые перестановки в Нафтогазе. Да и вообще, Вашингтонская администрация что-то не в восторге от деятельности президента Незалежной, в частности, на Ниве борьбы с коррупцией. Так что пусть гуляет пока. С Путиным уж точно без его подсказок пообщаются. И вот все эти весьма похожие на правду прогнозы, вдруг оказались безжалостно сломаны. Байден все-таки позвонил Зеленскому. И даже пригласил в США. Не совсем правда, понятно, то ли в гости, то ли на ковер. В Киеве, впрочем, утверждают, что это была сверка позиций двух государств перед предстоящими саммитами. США и ЕС и США-Россия, причем таковые позиции, совпали буквально по всем. Суверенитет Украины. Именно такое обещание, по словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, было дано Байденам Зеленскому в ходе состоявшегося между ними разговора. Ритуальная фраза или нечто большее. Это станет ясно только 16 июня в Женеве. Самое неприятное, что, несмотря на крайне малый срок, оставшийся до встречи пока так и не ясно, будет ли на ней президент США пытаться договариваться, или же он все-таки намерен качать права и продолжать диалог с Москвой с позицией силы. Увы, пока что абсолютное большинство сигналов, поступающих из Вашингтона, свидетельствуют как раз в пользу второго варианта. Взять хотя бы интервью государственного секретаря США Энтони Блинкена, кстати, опубликованная накануне все тем же Аксиоз, в котором глава Госдепа снова грозится России некими ответными мерами на гипотетические безрассудные или агрессивные действия, предпринятые нашей страной против Соединенных Штатов или их союзников. Исходя из контекста, речь, в которой уже раз, идет о приписываемых российским хакерам кибератаках, которые те якобы осуществляют уже чуть ли не против американских мисокомбинатов. Не так давно Владимир Путин однозначно выразил свое отношение к подобного рода обвинениям, назвав их смешной и нелепой чушью. Вот только в Вашингтоне, судя по всему, так не считают. В принципе, тональность всех заявлений, исходящих оттуда по поводу предстоящего саммита, колеблется от, скажем так, умеренно оптимистичных, да неприкрыто агрессивных. Что до конкретных спикеров, то, к примеру, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, на одном из последних брифингов июня, сделала акцент на том, что американский президент во время этой встречи не будет нерешительным и не намерен ни в чем уступать Путину. Да и вообще, не стоит ждать от женевских переговоров решения всех проблем в американо-российских отношениях. Ну, просто замечательный анонс. Тот же Блинкен в упоминавшемся выше интервью, прямо дал понять, что питает крайне мало оптимистических надежд относительно предстоящих переговоров. Еще более откровенен был Джейк Соливан, заявивший, что встреча в Женеве – это не подарок для Путина, а лишь элемент защиты американских ценностей и интересов. Значительных практических результатов от нее ждать, по его словам, не стоит, поскольку состоится лишь проверка намерений и возможностей обеих сторон. Ну и, наконец, сам Джо Байден не так давно провозгласил, что готов противостоять России, хотя и не стремится к конфликту с ней. Да, нельзя не отметить, что все перечисленные выше персонажи, озвучивающие внешнеполитическую позицию Вашингтона, буквально в один голос твердят о необходимости иметь с Москвой более предсказуемые и стабильные отношения. Вот только чем дальше, тем более ясно становится, что в данном случае речь идет никак не о взаимном уважении и равноправном партнерстве, а об абсолютном доминировании с одной стороны и полном подчинении с другой. Кого конкретно в какой из этих ролей видят представители администрации США, думаю, объяснять не надо. Энтони Блинкен, к примеру, прямо говорит, что такие отношения могут воплотиться в реальность исключительно в том случае, если Россия изберет другой курс. Более того, убедительно докажет это своими действиями. Одним словом, если мы выбросим белый флаг и с глубоким поклоном преподнесем ключи от Москвы, когда одна из сторон идет на судьбоносные, это, кстати, слова Байдена, переговоры с подобным настроем, ожидать от них чего-либо позитивного, вряд ли уместно. Совершенно непонятно, на каких, собственно, основаниях в Вашингтоне продолжают считать, что могут говорить с нашей страной с позиции силы, однако, судя по всему, именно так дело ради следует заметить, что и в Москве не чрезмерного энтузиазма, никаких либо радужных надежд на будущую встречу явно не имеется. Более того, целый ряд заявлений, прозвучавших из уст отечественных высокопоставленных лиц, свидетельствуют о том, что договариваться любой ценой с американцами не собирается никто. Слова заместителя главы МИД России о ряде некомфортных сигналов, которые ожидают США в преддверии переговоров. Заявление секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что наша страна в будущем рассматривает возможность принятия любых мер для пресечения угрожающих ее суверенитету враждебных действий, вплоть до силовых методов принуждения. Недвусмысленное предупреждение министра обороны Сергея Шойгу о значительном усилении военной мощи России на западном направлении. Все это должно заставить Вашингтон задуматься над тем, стоит ли в Женеве отстаивать свои интересы в ущерб российским. Недавние слова Владимира Путина о том, что США твердым шагом и уверенной походкой идут к катастрофе, говорят о том, что ни малейшего страха перед заокеанским гегемоном он не испытывает. Это как минимум. Звонок Байдена Зеленскому, в принципе, может свидетельствовать о стремлении американского лидера заткнуть рот украинскому говоруну, чтобы не ослаблять собственные позиции перед саммитом еще больше. Демонстрация раздрая между союзниками, а говоря на чистоту, попытки самой верной марионетки проявлять строптивость их точно не укрепят. Хотелось бы верить, что именно так и есть, но, вполне возможно и даже более вероятно, что разговор между Вашингтоном и Киевом на самом деле адресован Москве, в качестве напоминания о том, что в руках США имеется очень надежный инструмент для того, чтобы портить кровь России. Не заладится разговор в Женеве, и вызванный для инструктажа лидер Незалежный получит соответствующие указания, которые будет исполнять со всем усердием, не думая о последствиях. А уж мы ему поможем отстаивать суверенитет. Будьте спокойны. Как следует понимать происходящее на самом деле, мы узнаем уже совсем скоро. Недолго осталось.